Первым глава СНБО посещает Киевский бронетанковый завод. Здесь собирают 20-30 боевых машин в месяц. Столько же и ремонтируют. В этом цехе разбирают башни вышедших из строя танков и БТРов и отправляют на ремонт. В основном ремонтируют БТР и украинские танки Т-64, но иногда восстанавливают и трофейные. Этот танк Т-72 в Украине его не производят, но ремонтируют только на этом заводе. Для полного восстановления нужно 100 дней. Потом машина снова отправится в зону АТО. Однако главное здесь производство новых БТРов 3Е. Таких не выпускают больше нигде в мире, говорят на заводе. Главное преимущество автоматически движущаяся башня. Сейчас ее как раз испытывают. Как слушает команда, наводит и стреляет. Если все в порядке, можно отправлять на сборку. Идет просто проверка стабилизатора и система управления огнем полностью. А регулируется она конкретно на корпусе, потому что здесь стенд считается. Здесь проявляется работоспособность. Таких БТРов в месяц производится два десятка. Раньше шли на экспорт. Машины в основном заказывал Таиланд. Теперь выпускают только для Украины. Стоимость одного 10-13 миллионов гривен. Раньше часть деталей были российского производства. Теперь их заменили на украинские. Тут 36 тысяч наименований при создании этого БТРа. 36 тысяч наименований. 1200 делаем мы. Ни одного мы не покупаем в Российской Федерации и произведенного там. Все производится на территории нашей страны. И благодаря в том числе нашей внутриконцерновской кооперации мы практически удовлетворяем все наши потребности. После сборки обязательные испытания на полигоне. Глава СНБО контролирует. Новый БТР делает несколько десятков выстрелов. Сначала из 30-ти миллиметровой пушки. Потом из пулемета. Мишень загорается. Военные тушат. Скоро такие БТР и Минобороны официально поставят на вооружение. Руководители завода говорят, боевые машины производить готовы. Но ожидают, что им снизят высокий земельный налог и повысят зарплату. Сейчас средняя 4,5 тысячи гривен. Мы бы хотели, например, понижение земельного налога, понижение стоимости электроэнергии и, соответственно, повышение заработной платы. Потому что люди у нас работают в этом году без праздников. У нас продолжена смена. То есть ни Троицы, ни Пасхи. Мы выполняем в гособоронзаказ и мы работаем практически без выходных дней. Александр Турчинов заявляет, государство готово поддерживать собственную оборонную промышленность. Ведь за полтора года военных действий оружие Запад поставить Украине не решился. У нас есть только один выход в этой ситуации. Это полностью спираться на собственные силы, на собственный потенциал. И именно поэтому развитие оборонной промышленности Украины, развитие нашего военно-промышленного комплекса является одной из приоритетных задач нашей национальной безопасности. Развитие оборонной промышленности укрепит и экономику Украины в целом, считает глава СНБО. И подчеркивает, если забыть о стереотипах и стараться произвести лучшее, через несколько лет просить оружие будем не мы у Запада, а Запад у нас.